доброго времени суток друзья сегодня у нас будет экспресс обзор данного проекта называется он вайс расположен на базе gta 5 ну и без всяких замедлений минуя меню персонализации мы заходим на карту быстренько ознакомлюсь с первоначальным ознакомительным меню и все действуем вокруг как видите много мопедов но к сожалению с этими мопедами на этом проекте связано очень много всякого горя ну помимо того что они розовые это ладно они бесплатные кстати они бесплатные берем мопед едем на первую нашу работу а это ферма мопед кстати невозможно закрыть не знаю с чем это связано он не закрывается и еще у него одна беда он очень быстро исчезает стоит только от него отойти на какое-то расстояние уж не знаю на какое он тут же исчезает ну все как видите я уже переоделся взял первоначальную работу я на поле будем собирать здесь урожай урожай здесь собирается следующим образом мы заходим на поле нажимаем кнопку е взаимодействия и он какое-то время ковыряется потом у нас появляется тыква и как видите здесь уже стоят машины на полях все грузим туда и так продолжаем до тех пор пока не загрузим машину над каждой машины есть надпись как вы видите там по моему 300 можно загрузить его потихонечку и туда загружаем в этой работе есть один большой плюс я об этом как-то говорил упоминал что здесь поля заканчиваются то есть вот эти вот урожай этот урожай который я собираю он не бесконечный это поле потихоньку иссякнет его надо будет засеивать задумка интересная очень интересная задумка но к сожалению дурацкое исполнение и вот на данный момент вы можете видеть я собираю урожай и сейчас смотрите что произойдет раз и поле исчезло видите чтобы посадить по новый урожай нужно достигнуть уровня тракториста ну или дождаться когда придет какой нибудь тракторист тогда он сможет проехать по полю и его засеять как видите ведь поле исчезает все приходится бежать дальше и дальше машину переставить возможности нету для того чтобы переставлять машину мне нужно получить категорию б но у меня ее конечно же нету мы же сразу приехали сюда здесь ни у кого нет категории б все сюда идут и вот так таким то образом здесь работают потом происходит вот такой вот бак бац и ни одной машины вокруг нету они все исчезли вот просто мгновение исчезли все машины все машины самостоятельно запарковались вот туда где мы устраивались на работу приходится бежать туда следующая проблема у меня в руках тыква багажник закрыт мне ее не положить в машину мне не сесть потому что у меня нет категории b и вот мы дружной компанией ходим и ищем как бы это решить ну слава богу мой коллега нашел способ выбросить из рук тыкву сейчас он откроет багажник и не попытается его открыть да как видите у него это получается и теперь нам придется ходить с поля вот сюда ну слава богу поле не очень далеко но очень неприятная ситуация когда создавалась эта миссия кто-нибудь думал вообще о том что человек придя сюда без прав не может даже двигать эту машину что мне делать вот хрен его знает ладно потом подошли ребята которые нам подогнали машины поближе ребята уже здесь давно работают у них есть права поэтому они нам как-то помогли стало полегче не надо бегать черт знает куда ну естественно я на работался и возникла следующая проблема как отсюда уехать никакой возможности нету ходит транспорт или нет я не знаю остановок нету понять приедет автобус или нет невозможно вокруг нету ни одной возможности взять в аренду какой-нибудь транспорт вот пожалуйста карта рядом есть только магазин никакой возможности арендовать транспорт нету в магазине нету жратвы персонаж хочет жрать жратвы нету отсюда не уехать ну вот что мне оставалось делать я пометил ближайший магазин и побежал туда а это извините меня пол карты надо пробежать пешочком то но вот кто разрабатывает такую игру у вас вообще что ну я не у меня зла бы не хватало вот как можно это сделать но как видите я добежал до магазином пожалуйста заходим магазин это уже следующий там уже дальше будет все по лето бэй уже ну конец карты дальше мне уже бежать некуда пожалуйста есть тут продукты нажимаем бутылка воды все больше ничего нету и это уже второй магазин в котором нет жратвы как можно такую игру делать а мне просто вопрос как такое приходит в голову что делать человеку ладно я добежал дальше уже до самого полета бэй попытался взять в аренду хотя бы автомобиль мопедов нигде нету я не знаю где взять мопедов нигде нету машины кстати прикольные машины все уникальные машины все не принадлежат gta это ну у них уникальные машины но мне ее не взять потому что у меня нет прав и вот что делать мне вот хрен его знает ну я принял одно единственное решение пойти и утопиться потому что другого мне способа отсюда выбраться больше нету поэтому мы плывем на глубину ждем когда захлебнемся я уверен что врачей здесь нету поэтому даже и не буду париться в ожидании врача ну все я откисаю должна появиться да вот предлагающая мне табличка жмем n и все оказываемся в медпункте вот такой способ транспортации на этом проекте по-другому в город не добраться оказывается еда на этом проекте есть но нужно искать вот такие вот на разога здесь я по всем магазинам пробежался суть том чтобы найти вот этот вот какого бокалчик типа куда еще мартини наливают это тепло здесь вот она продается так теперь зайди в инвентаре нажми правой кнопкой мыши по бургеру и нажми искал это возьми 2 сразу же на всякий случай и ты хочешь не спасибо дата продается во всех магазинах а жрат вы нету вот еще и на верный рампы ну и вот такая вот ситуация друзья еда есть на проекте но она есть только в городе и она продается только в магазинах на которых нарисована рюмочка как об этом понять абсолютно невозможно и почему такой точки нету в основном скопление людей тоже абсолютно непонятно там на ферме нет нигде еды нету ни транспорта ни еды делай что хочешь ну а лицензии покупаются здесь вот так далее купив все лицензии сразу я приехал на автовокзал чтобы устроиться суда на автобус и как видите как я уже говорил здесь на этом проекте все машины уникальные ну естественно и автобусы тоже уникальные но на этом вся уникальность и заканчивается я устроился водителем автобуса и как видите автобус выглядит внутри так себе то есть приборка нарисованная какая-то даже не нарисована фотографированная не заметил я работает она или нет по моему даже не работает посадка в этот автобус тоже кривая он заходит мимо двери сам автобус но и автобус сам по себе очень и очень резкий вот как вы знаете если играете в бета-то от первого лица легковым транспортом здесь управлять очень неприятно да ну вот так же сделанный автобусом очень резкий неприятным управлении переднеприводной почему-то хотя я не уверен что mercedes вот этого вот на года был переднеприводной вряд ли ну ладно сделано так и сделано сама из себя работа в принципе ничего интересного не представляет это все та же самая езда по триггерам останавливаемся на синих триггерах потом едем по желтым в общем то вот такая вот работа единственный плюс в ней то что вы можете сами назначать цену на билет и выбирать маршрут маршрута всего три вот из трех маршрутов мы выбираем далее я прокатился по этому маршруту уволился а как видите триггер так и остался висеть желтым погас он только когда я через него пробежал тоже такой какой-то непонятный бак дальше я побежал на следующую работу следующая работа тоже выполнена вернее задумана очень интересно это мы получаем вот такую вот машинку тоже берем ее в аренду и дальше нам надо подъехать на точку погрузки и выбрать себе груз как я и говорил что вот задумка интересное исполнение хрен пойми какое разобраться здесь достаточно сложно но я в конце концов разобрался сюда сбрасывают все свои заказы там все владельцы магазинов и тому подобное и ты также сюда сбрасывать заказы ферма вот я взял зерна и как видите навигатор ничего мне не проложил поехал я на ферму уже на свой страх и риск туда я еду или не туда я понятия не имею но скорее всего что зерно надо на ферму по-другому я в общем то и не мог ничего предположить ну и действительно вернувшись на ферму я оказался правда зерно надо привозить сюда отсюда же зерно можно и забирать вот такая вот . разгрузки погрузки кстати она единственная сюда ездят и фермеры и трактористы и доставщики все в одну точку из-за этого здесь получается бардак ну вот я разгрузился в общем то поставил машину и так как у меня теперь уже есть категория бы я решил продолжить дальше прокачивать свою свой уровень этой профессии я уже как бы работал здесь фермером это можно отличить потому что у меня теперь есть жилетка но как раз там вдалеке трактор сеет поле но вернувшись на точку как я и говорил разгружаются все в одной точке вот я стою да а у тракториста как раз в этой точке закончился бензин и что дальше делать хейер его знает но естественно мы не придумали ничего лучше как другой машиной бить его пока он не уедет с этого триггера заправить его нет никакой возможности во первых тракторист сразу же уволился убежал надо искать другого тракториста и надо каким-то образом найти бензин то есть надо поехать купить канистру надо поехать купить бензина и найти тракториста который сможет его заправить вот такая вот проблема на этом проекте ну а далее же мы нашли человека у которого есть права у которого есть деньги он съездил купил канистр купила бензина привез мы заправили трактор и тут я столкнулся с тем что я зря качался до уровня тракториста потому что тракторист может сеять только поля и ему надо ждать когда поле в общем то закончится и надо будет его посеять до этого надо будет загрузиться зерном и поехать на поле И кроме этого, тракторист больше ничего делать не может Он заходит на поле и не может Ни собирать тыквы, ни перегонять машины Вот только тупо сидеть в тракторе В общем-то, качаться до тракториста Смысла никакого не имеет Плюс к тому же, мне еще и не удалось загрузиться Он пишет, что поля не нуждаются В общем-то, в посеве Поэтому, ну, вот, в общем, все Мне надо сидеть и ждать Ну, на этом, друзья, терпение мое лопнуло Потому что, опять-то, надо идти искать Где надо пожрать Надо идти искать какой-то транспорт, как отсюда уехать И, в общем-то, смысла Находиться на этом проекте мне уже не было Поэтому я просто вышел И все Проект оказался абсолютно сырой И абсолютно непродуман Поэтому вот такой вот экспресс-обзор у меня получился Ну, спасибо всем, кто посмотрел И всего вам доброго Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!